Продолжение следует... Хорошо забирает подборы для игрока своего броса и умеет в том числе и разыгрывать. Бабурин забивает с дальней дистанции. Эмони Джурашич, опять же, несмотря на то, что играет в маске, была у него небольшая травма, он очень даже неплохо видит паркет. Но это баскетболист, который обладает броском с любой дистанции. Думаю, баскетбольная ситуация вообще играла на позиции атакующего защитника. Натал промахивается, забирает подбор после собственного промаха и выдает шикарную передачу на Эмони Джурашича. Снова мы видим, что команда Сергея Козина играет позиционное нападение. Эмони Джурашич против Хантера. Как уверенно он сейчас обыгрывает центрового Зенита. Наверное, говоря о больших, опять же, здесь стоит вспомнить, что есть Алекс Пойтрес у Зенита, который сейчас отправляется в полет. Снова играет с черногорским форвардом двоечку. Передача на Бабурина. Джурашич очень много работы выполняет, в том числе и в плане заслонов. Против него Жбанов отбился без нарушения правил. Большое количество позиционных атак. И, нужно сказать, они работают. Посмотрите, как здорово Евгений Бабурин разбирается со своим оппонентом и забивает уже свой второй трехочковый в этом матче. Все-таки сохраняет вместе с Жбановым владение для своей команды. Пойтрес снова отправляется в полет. У него с физикой все в полном порядке. Шеперд, а вот сейчас здесь ни Жбанов, ни Спеллман почему-то не поверили, что Кейси отправится под кольцо. Агрессивная в защите сейчас пятерка у нижнего. Доукинс на позиции третьего номера. Сейчас он получает мяч в средней зоне. И это его фирменный бросок. С самого детства уже трогал баскетбольный мяч. Зенит в атаке. Спеллман. Он тоже с броском в стоке. Он играет в позиции четвертого номера. Доукинс забивает через Сергея Красева. Он может себя называть одним из лучших шутеров этого чемпионата. Здесь даже не надо заглядывать в статистику. Хорошая защита была у Джурашича. Но все-таки Алекс Пойтрес. И борьба, и при этом баскетбол. Получается довольно результативно. Передача на Гента. Джак Кинен. Еще один трехочковый для нижнего. Доукинс не стал бросать. Скидка не проходит. И Зенит может убежать. Быструю атаку. Захаров набирает два в отрыве. Мари Спеллмана в этом плодине есть еще целых пять секунд. Но уже пора что-то придумывать. Шепард. Какой первый шаг и какая скорость. Не навязывает свою игру сопернику. Но, по крайней мере, сохраняет интригу. В этом матче абсолютно точно. Кейси Шепард снова против Спеллмана. На сей раз добивается своего защитника Нижнего Новгорода. И на старт сезона у него имеется очень даже неплохой процент. Шепард снова один на периметре. Та же точка. И Кейси снова попадает. Шепард находится на паркете. Практически не разыгрывает. И это удивительно. Кейси. Какое движение мяча у нижнего. Чадов. Завершает эту атаку попаданием из-под кольца. Здесь, конечно, уже Кавьер Пускваль понимает, что нужно активировать таких баскетболистов, как Андрей Воронцевич. Захаров. Красивая атака «Зенита» продолжится. Фрейзер. Сейчас он руководит своими партнерами. Спеллман готов потолкаться с Карпенковым. Готов совершить и вот такой вот бросок. Немани остается против Бейкона. Дуэйн сегодня уже забивал через 42-го номера Нижнего. На сей раз не вышло хвостов. Какая скидка. Просто пас-конфетка. Единый лигий ВТБ по этому показателю. После Алексея Шведа. Пойт раз. Забивается о средний. Опять же здесь родные кольца помогают. Снова показывает образцовую защиту. Против двойна Бейкона. Не всегда, я думаю, против Бейкона так защищались даже в НБИ. Но вот здесь все-таки нашли игроки «Зенита» путь к кольцу. Винс. У него даже возможности побороться за подборок. Севермунд, что придумает он, тоже не самая простая попытка. Но мяч оказывается в корзине. Мун сравнивает счет. Шайпорд против Воронцевича. 6 секунд на атаку. Кейси со средней. Забивает и этот мяч. Действительно, он старался в ногах успеть за своим оппонентом. Выпрыгивал на бросок. Но на предпопытку он не сумел. Бейкон забивает и делает это с фолом. На Чадова хорошая передача. Александр из-за дуги промахивается. Мун. Каждый его прыжок – это действительно искусство. В том числе и в нападении. Смотрите, как здорово. За счет по-прежнему с игры в этом матче он еще не забивал. Но вот сейчас это делает очень легко и уверенно. Бейкон, Георгий Жбанов и пара больших Амари, Спелман и Винс Хантер. Это пятерка от Хавьера Паскуаля. И сразу же возможность набрать три очка в одной атаке. Но у нижегородцев снова не получается быстро. Отрыв хвостов издали. Не самое стандартное решение. Сегодняшний матч и всего лишь два. На того хорошая передача. Но Чадова и продолжается парад блокшота в северной столице. Вот уж кто точно не замерз, так это игроки «Зенита». На того хорошая передача. Но Чадова и продолжается парад блокшота в северной столице. Вот уж кто точно не замерз, так это игроки «Зенита». Нижний совершает перехват. Хвостов какую скидку придумал. Здесь не то что зрители, здесь партнеры оказались не готовы. Ксевер Мун. Очень красиво. Ижбанов. Евгений Бабурин уже дважды сегодня с дальней дистанции забивал. Сейчас сделать ему этого не удалось. Разница уже семь очков. Но теперь в пользу «Зенита» и очков у нижегородцев. Пять они имеют за вот эти шесть минут. А «Зенит» показывает, что умеет набрать очки. Абсолютно просит помощи от «Гента». И снова остается против большого игрока «Шепард». Правой рукой на сей раз. И мяч в корзине. Все игроки мяч потрогали. Все себя предложили. Но в итоге «Шепард» совершает бросок и забивает через руки «Винца» Хантера. Но выбили. Причем сделали это игроки нижнего без нарушения правил. Потеря снова на своей половине. Хантер. Уже отмечается результативной передачей. При этом Воронцевич игрок бросающий с дальней дистанции, как и Тренд Фрейзер, который сейчас набирает свои первые очки в матч. Я помню, что в прошлом сезоне он был самым результативным игроком «Зенита». В этом чемпионате, покажется, набором очков частенько возникают проблемы. Бейкон атакует издали. И даже этот мяч забивает через Евгения Бабурина. Который пока что свой прицел не поправил и свою игру не нашел. Это Андрей Воронцевич. Ни одного набранного очка. В принципе, крайне низкая результативность на старте этого сезона. Сейчас снова нужно защищаться. В команде Сергея Козина к Севермун через руки Джурашича кладет мяч в корзину. В такой высокой точке, то здесь не всегда удается бросок накрыть. Джакин Ангент отвечает попаданием из-за дуги. Хорошее движение мяча. Воронцевич решил почему-то сделать пару шагов к кольцу. Вот опять же, как винить баскетболиста, если он все-таки очки в этом владении набирает. Шепард. Красивый заброс на Долкинса. Почему-то обре сейчас вовсе никто не преследовал. Вот обычно он просил своих партнеров, вот этих заслонов, чтобы добиться неравноценного размена. Сейчас он у него был. И Шепард с мячом расстался. И как оказалось, не зря. Остается против Амари Спеллмана. Опять секунд на атаку Шепард через руки соперника. Мяч в корзине. 76-70. Действительно выходил на подстраховку, но именно его рука оказалась на руке Чадова. Гент из-под кольца отправляет мяч в корзину. Хвостов на паркете оказывается Мун. Его точка абсолютно свободный бросок. Но Мун не забивает хвостов. Находит передачи Гента. Джак Кинен сокращает разрыв до трех очков. Какая игра в Санкт-Петербурге. Потому что овертайм еще никто не исключал. Тем более в этом сезоне их еще не было. Ксевер Мон забирается под кольцо и забивает через руки Кейси Шепарда. Долкин, скорее всего, не будет забивать этот штрафной. Точнее будет промахивать специально, что он и делает. Но подбор за Хантером. И на этом матч заканчивается. 81-78. Зенит одерживает победу и выходит на второе место в турнирной таблице. Зенит одерживает победу и выходит на второе место в турнирной таблице. Зенит одерживает победу и выходит на второе место в турнирной таблице.